Итак, Станислав Черчесов наконец-то получил медаль, а еще и почетную грамоту от нашей Государственной Думы. Ну, как говорится, награда нашла своего героя. И вы, возможно, спросите, а за что? Все-таки две победы в девяти последних матчах так себе статистика. И на фоне этого выдавать медаль? Ну, как-то странно. За что вот реально? За ничью с Молдовой. Но там и так вроде как 10 миллионов заплатили бонуса Черчесову и его тренерскому штабу. Ну, вы помните, 10 миллионов за ничью в товарищеском матче. Простите, в контрольном матче. А тут дают медаль. Оказалось, что это медаль за, так скажем, выдающиеся успехи на чемпионате мира 2018 года. На турнире трехлетней давности. Давайте разберем эту потрясающую ситуацию подробнее. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, указанный здесь же в описании, то получите три бесплатные ставки. Главное, не забывайте про промокод для того, чтобы получить этот бонус. Он, конечно, не такой крутой, как бонусы Черчесова, но тоже приятно. Ну, а теперь давайте сосредоточимся вот на этом беспределе, по-другому и не скажешь. Потому что, знаете, меня начала вся эта ситуация смущать еще тогда, когда нашим футболистам дали заслуженных мастеров спорта. И тогда возмутились многие, ну, скажем так, спортсмены из других видов. Потому что им, конечно же, за четверть финала чемпионата мира никто не дал бы подобных званий. А это звание, оно ценно не столько само по себе. Там же и бонусы, и пенсионные выплаты, и все остальное, и привилегии. В общем, много всего приятного. И здесь многие спортсмены были возмущены. И вот все вот это продолжается до сих пор. Весь этот аттракцион неслыханной щедрости. Прошло три года, Черчесову еще и медаль дают. Медаль лично от Володина, от председателя нашей Государственной Думы. Человека, который фактически является третьим лицом государства. Ну, замечательно, что тут еще скажешь. И, понимаете, на фоне всего этого я как-то вспоминаю 2008 год, когда мы добились, наверное, даже большего успеха, чем сейчас. И вспомните, а получил ли хоть какую-то медаль Госхиддинг? Тогдашний наш тренер. Сразу отвечу, получил. Только не от Госдумы. Он получил бронзовую медаль как участник одной-второй финала чемпионата Европы. Вот так можешь принести сам себе медаль. Или можешь быть Станиславом Саламовичем, которому просто будут давать медали в честь трехлетней, не знаю, там, памяти об этой победе. Или там, я не знаю, вот скоро будет юбилей, пять лет успешному выступлению на чемпионате мира 2018 года. Еще одну медаль дадут. А потом еще и десятилетие этой победы великой будет. Победа на сборной Испании, например. И так далее. Будем лет 20 еще вспоминать этот великий триумф. Ну, наверное, потому что сейчас особо вспоминать нечего позитивного за последние два года. У нас падает уровень чемпионата. У нас все ниже и ниже российская лига в таблице коэффициентов УЕФА. Сборная неудачно выступает в Лиге наций. И вот чему тут порадоваться? Ну, данный чемпионат Европы вышли. Но мы сами знаем, что чемпионат Европы в последнее время несколько обесценился, потому что там слишком много команд стало, по-хорошему говоря. И не попасть на чемпионат Европы уже позором бы считалось. А попасть уже не является триумфом или какой-то победой. Поэтому здесь и приходится развешивать друг на друга медали за то, что три года назад мы что-то там хорошее сделали. Хотя вот так по-серьезному говоря, считать ли это каким-то суперуспехом? Вот серьезно. Давайте даже отбросим в сторону сам факт того, что мы вышли в одну четвертую финала. То есть это не полуфинал, как на Евро было в свое время. Это не финал и так далее. Это одна четвертая финала. Да, хорошее достижение, но не какое-то выдающееся суперсобытие, из-за которого нужно медали раздавать там и заслуженных мастеров спорта. Но давайте разберемся по матчам. Ну, мы обыграли две команды, которые были равны нам или уступали нам по классу. Саудовская Аравия и Египет. Мы проиграли двум командам, которые у нас превосходили. К уровне исполнителей. Уругвай и Хорватия. И был матч с испанцами. Очень фартовый для нас. С ногой Бога Акинфеева. Со сборной Испании, которая осталась без тренера. Прямо перед началом турнира. И не нашла никакую замену. Он фактически исполнил роль главного тренера, директора сборной ЕРО. Без тренерского опыта. У испанцев не залетело несколько опасных моментов. У нас с пенальти фактически единственный свой шанс мы использовали. Ну и дальше в серии 11-метровых, в той самой лотерее, мы добились своего. И считать ли вот это выступление каким-то выдающимся? Ну вот как-то не тянет. Что самое забавное, даже Черчесов в своем интервью после получения этой медали заявил о том, что главное в футболе это добывать трофеи. А мы его вроде как и не добыли. Но дальше он, правда, отпустился в софистику и начал рассказывать, что у нас там боевой дух, у нас самая лучшая сборная и так далее. То есть тут даже сам Черчесов понимает, что как-то это все немножко нелепо выглядит. И я бы даже зауважал Станислава Саламовича, если бы он отказался от этой медали. Сказав, что победы нет, значит, ребят, я считаю, что не заслужил. Но нет, Станислав Саламович сфотографировался, расплывшись в улыбке вместе с этой медалью, грамотой. Он, по-моему, всем доволен. И знаете, это на самом деле смешно. Откровенно смешно. И в этих условиях, я боюсь, в нашем футболе ничего не поменяется. Когда мы на фоне провалов, на фоне неудач, на фоне судейских скандалов и прочих неврядиц раздаем друг другу медали за успехи трехлетней давности. Успехи, при этом, далеко не такие масштабные, чтобы сейчас восторгаться и прыгать от счастья. И опять же, заметьте, в 2008 году наш успех на чемпионате Европы не воспевался так сильно. Наверное, потому что было много, в принципе, успехов. Были победы ЦСКА и Зенита в Еврокубках, были другие приятные нюансы, были какие-то, знаете, надежды на будущее. А сейчас нет ни надежд, ни успехов. Есть только память о том, что три года назад мы смогли пройти в серии пенальти испанцев и дошли до 1-4 финала. Больше никакого позитива и никаких хороших мыслей. Ну и знаете, как назло, прям сразу после выдачи этой медали появился злобный наглосакс Уилкшер, который выступал под началом Черчесова. И он заявил, что, дескать, Черчесов мне особо не грубил, но общение это не его конек. Вот знаете, злобные вот эти пиндосы вот только и хотят как-то поддеть, оскорбить наших героев, вот этого нашего великого тренера, человека с медалью Станислава Черчесова. И они хотят его опорочить вот подобным образом, что, дескать, он общаться не хочет, что он не умеет нормально как-то коммуницировать с людьми. По-моему, мы понимаем, что это все просто вот английская пропаганда. Просто вранью, просто происки Запада для того, чтобы опорочить нашего вот этого великого наставника. И это не случайно, что сразу после медали Черчесова вот этот подонок взял и высказался подобным образом. Потому что мы-то знаем, что Черчесов это самый интеллигентный человек на свете. Этот парень, как фамилия его? Позор. Ну, я его, во-первых, приветствую.